А у нас следующий гость, Александр. Я вижу вашу уже улыбку солнечную, несмотря на то, что все наше время близится к закату. Александр Борисов, компания... Видеоупаковка? Видеоупаковка? Я подумала, что за видеопокровка? Видеоакадемия. Александр, пожалуйста, ваш микрофон. Привет, я только зашел сюда. Вот видите... Вот только что, минуту назад. У нас тут просто движуха нереальная. Вот просто там еще на выставке не очень заметно, сколько людей, поскольку все сидят сейчас в конференц-залах и слушают последнюю лекцию. Залы переполнены, там душно. Здесь скоро будет тоже жарко. Но, Александр, вот мы сегодня говорим о трендах видео, о трендах будущего и о трендах настоящего. Вы занимаетесь конкретно чем? Вот расскажите, пожалуйста, о себе немного хотя бы. Окей. Нормально меня слышно, да? Да, да, да. Окей. Два направления. Первое – это продакшн. Мы делаем видео для бизнеса, для рекламы. Может, недавние проекты видели на франшизе, франшизу Top Gun, франшизу CityCopyrk. То есть мы делаем видео, которое компании продвигают на показах или мы продвигаем им на Instagram, на YouTube, на Facebook, получают много денег и все. То есть делаем рекламные видео. Плюс рекламу для онлайн-школ разных, для акселератора, для уволить-маркетолога, разных проектов, где бюджеты в день уходят от 20 тысяч рублей только на рекламу в день. О, то есть они хорошо закупают рекламу, да, я так понимаю? Да, да. То есть там каждая секунда играет большую роль, там каждое слово важно, там каждая доля секунды. Это раз. Второе – я обучаю продюсеров. Это видео-академия проекта, где уже прошло больше 180 выпускников. Это то, куда приходят люди, видеографы, продакшены, которые зарабатывают там 20-30 тысяч в месяц, на выходе зарабатывают 300-400. А то есть человек вообще без опыта может к вам прийти и сказать, что я вот хочу у вас учиться или нет? В видео-академию нет. Мы берем только тех, кто уже снимает видео, кто на этом зарабатывает хотя бы там 20 тысяч в месяц, хотя бы какой-то коммерческий продукт делает. А какая база знаний должна быть у человека, который может прийти к вам и потом оп, вышел. Я зарабатываю 300 тысяч, у меня все классно и посевом занимаюсь денег, вкладываю в рекламу по 20 тысяч в день, спокойно могу позволить. Я бы сказал, что они такие беззаботные и веселые выходят. Они выходят упаханно в количестве работы, но счастливы. То есть они впервые в жизни собирают большие команды на съемки, впервые в жизни берут больше проекты. Что должно быть в начале у него, да? Да, то есть какая база должна быть? За плечами у него должен быть опыт съемок, опыт работы с командой. Но у нас часто приходят, кто еще бывает? Люди, которые работали на ТВ, допустим, у них есть большая сеть контактов, вообще там операторы и так далее, но они сами никак не собирали это все вместе и не знают, как с клиентами общаться. То есть я могу к вам прийти и… Легко. У нас есть девушки, выпускницы с ТВ, репортеры с 10-летним опытом, но которые сами не держали камеру в руках, сейчас снимают проекты для РЖД, для Минспорта, все ведут спокойно. Обратите внимание зрителя, что Александр Борисов дает полезную информацию. Это не только реклама, это для тех, кто не знает, чем ему заниматься. Потому что место под солнцем мы ищем ежедневно. И для того, чтобы не только зарабатывать, но получать удовольствие и объединять все, весь ваш багаж отношений, все объединять в один огромный вагон, можно как раз-таки прийти, например, к Александру, получить знания, опыт и упаханным выйти, но с кэшем… Да, и тем более мы много даем бесплатно. Запущен в этом году YouTube-канал, там уже больше десятка выпусков, где каждое видео, он прям вскапывает мозги людей. Абсолютно бесплатное видео, в котором… Ну, на YouTube бесплатные видео, большие, и там они сейчас очень популярны. Там темы, как вести переговоры, как называть цену, на встречах, как команды собирать, вообще какие функции продюсер выполняет. То есть то, чего на YouTube до этого в принципе не было вообще. Это действительно круто. Этих вещей. И как раз таки у нас сегодня кто-то из спикеров говорил о том, что… Ага, у нас говорил Игорь Таранов о том, что было бы хорошо сократить количество YouTube-каналов и улучшить качество. То есть лучше пусть будет 50 YouTube-каналов, но они будут вещать о видеомонтаже, о создании видеопродакшенов, о видеомаркетинге и так далее. А вы как считаете, лучше это сократить или просто лучше находить какую-то изюминку, которую еще никто не узрел в десерте? Я не считаю, что что-то нужно сокращать. Рынок саморегулируется. То есть окей, пускай их будет там огромное количество, они все будут востребованными. Те, которые будут не востребованы, там энтузиазм закончится, у основателей, они… ну, все, они остановятся и перестанут существовать. То есть рынок сам себя регулирует. Здесь нет такого, что кого-то можем остановить, либо там увеличить, либо там и так далее. Интересные каналы будут вливать деньги в продвижение, во все остальное. Это нормально. То же самое и с продакшенами. Если человек не умеет общаться с заказчиком, не умеет делать видео, ну, то есть почему часто продакшены, бывает, снимают красоту, но вообще не зарабатывают, потому что они снимают то, что им хочется. Какие-то там операторские приемы находят, какие-то фишечки делают, но заказчикам этого вообще, может быть, не нужно. И часто бывает непонимание, что хочет заказчик, что хочет продакшен. Непонимание есть. Только из-за того, что нет умения общаться на языке маркетинга. Вот. Мы тут мостик, который стыкует продакшены и компании. Все. То есть видео может легко при этом стоить 2 миллиона, 3 миллиона. Многие наши проекты за 2 миллиона выходят съемочные, за один видеопроект. И это нормально, это дешево. То есть на рынке рекламные агентства делают такие проекты там за 5, за 10 миллионов. А как вы думаете, что вот в 2019 году будет лучшим трендом? Видео. Не знаю. Видео – это много. Да, это много, это очень глубоко и так далее. Вот вы видеомаркетингом занимаетесь, правильно, да? Мы делаем видеомаркетинги. Рекламные, те, которые крутятся на показах. То есть то, за что рекламодатель платит денежки, люди смотрят, нажимают, что-то покупают, ну, либо не покупают, либо переходят. Ну, то есть то, что, ну, вообще за что деньги платят. Я поняла, это конверсия, осмотры, охваты, просмотры, охваты. Нет, это прям почти все мои проекты, это все, которые крутятся на рекламе. То есть это специфика есть. То есть мы не можем позволить себе какую-то там, ну, дятю на показывать такое, что-то, ну, там эмоции долгие, какие-то заходы такие. То есть часто это ролики на 15 секунд, там, 30 секунд. А, кстати, вот по поводу роликов в 15 секунд. Недавно один из, как раз таки, маркетологов iDriver говорил о том, что создали они видеоролик в 15 секунд. И он просто не заходил. Они не могли понять, почему, ну, говорит, короткий видеоролик, там 15-20 секунд, что-то такое рекламный, все классно, и приехали в Латинскую Америку, продвигают. Ничего, говорит, не получается. Какая-то девчонка просто местная записывает видос, себяшку, и говорит о том, что на своем языке, о том, что ребята, вот, запустили iDriver у нас, пожалуйста, оставляйте свои контакты. И тут бигдата просто понеслась, и у них комментариев неимоверно. Они берут эту девчонку, берут качественную камеру, снимают такой же видос, как бы типа себяшку, все, есть просмотры. А вот обычный видеоролик на 15-20 секунд, который они снимали на статичную камеру, он не зашел. То есть, а вот видос на типа камеру телефонную, он зашел. Вот как вы можете это вообще прокомментировать? Мне фраза понравилась, обычный ролик, то есть обычно ролики тухлые. Ну вот он был обычный, в котором она сказала там, меня зовут так-то так-то, вот у нас запустился такой проект клевый, пожалуйста, оставляйте свои контакты и так далее. Как это мозги взрывают предпринимателям, им вообще очень сложно на самом деле работать с продакшенами, потому что множество историй в мире бизнеса и в маркетинге, когда они заказывают видео продакшены стоимостью 100 тысяч рублей видео, крутят на рекламе, потом какой-то их сотрудник, кто-нибудь еще если есть, снимает так вот селфи, «Привет, мы такой продукт, заходи, смахивай, покупай, регистрируйся», и показатели лучше идут. Реально показатели лучше бесплатно. Но это не какие-то чудеса, это не надо вздыхать и говорить, вот все, тлен, надо закрывать продакшен. Нет, есть видео, которые сняты нормально по смыслам, по психологии, по донесению. Вот это важно, кстати. Я сегодня у некоторых экспертов задавала. Мы с этим работаем. Каждая секунда, важно понимать, какие триггеры есть, что мы психологически цепляем человека, и если это нативно будет вживую рассказать, да, но можно еще много что на мизансцене поставить, можно динамику, можно плашки анимационные вставить, разные. Часть смысла доносится речь, часть анимации и так далее, часть аудио рядом доносится. Речь дублируется, то есть много как докрутить можно, и оно будет гораздо лучше работать, чем пустое, снятое видео на селфи. Но опять же, если мы говорим про… Ну просто мы работали часто с рекламными компаниями, когда прям реклама крутится и продукт дорогой. Окей, девочка снимет так вот видео, оно не будет на показах иметь одинаковую конверсию месяц, ну два месяца. Нет, две недели пройдет, оно будет снижаться. Но если показы хорошие идут, то две недели. Надо менять креатив. Креативы должны жить, меняться. Поэтому, допустим, мы делали рекламу для онлайн-школ, где большие обороты на рекламу, и там 20 видеороликов мы снимали в день. 20 разных креативов. Ну потом монтаж шел, окей, там разные. Здесь в том, что окей, это немножко по-разному было снято, но там разные слова под разные психотипы людей, под разные аудитории. И я в том числе прописываю также эти сценарии, эти триггеры на разные психотипы людей. Я ручками написал 120 сценариев под разные виды видео для бизнеса. Ну потому что оно так работает. Нет одного идеального видеопродукта, который всех закроют. Нет. Нужно брать аудитории целевые, сегментировать под каждый свой видос, и под каждый будут разные конверсии идти. Ну и по-хорошему, если продакшен понимает, как идет маркетинг, все, он на пять голов уже других. Мы этому учим. Допустим, смотрите, есть общая рекламная компания, она собирает людей в первую воронку. Потом люди оставляют заявки, их сегментируют. Допустим, начинающие, взрослые, дедушки, бабушки и так далее. И потом на каждую аудиторию отдельно таргетингом догоняют видео чисто под них. И закрывают там что-то еще на вебинар, на продукт, еще так далее. И когда приходит продакшен, систему раскладывает бизнес или отдел маркетинга, они такие, наверное, вы дорого стоите, давайте там все. И вот эта компания в общем может стоить пару-тройку миллионов рублей. Это нормально. Ну, то есть видео продвигать – это очень дорогое удовольствие. Это не просто выстроить таргет в какой-нибудь соцсети на обычную фотографию с текстом. Правильно, да? Таргет – это механизм. Это молоток и гвоздик. Можно забить его сюда в пол, а можно там дом построить. То есть это просто механизм. А вы, Александр, завтра выступаете на нашем форуме, да? Да, завтра вечером. А с какой темой? Три условия, как перейти из видеографа в продакшен. То есть три вещи, которые вот точно доделать обязательно всем каждый день. То есть открываете карты, да? Ну, это тема, да, конечно. Чем больше будет хороших продакшенов на рынке, тем будет всем лучше. Смотрите, мы сделали продукцию… Нет, сейчас вы не будете об этом рассказывать. Мне интереснее будет завтра поговорить с вами и послушать вас. Мы здесь снова встретимся. Александр Борисов был с нами.